Исторический момент. Одна из первых партий вина разливается в бутылки. На предприятии в станице Голубицка этого момента ждали почти 10 лет. Именно столько времени ушло с момента закладки виноградников до появления на свет самого напитка. Здесь же неподалеку собственные теруары. Уникальное расположение между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом позволяет постоянно продувать саженцы ветром, что делает виноград здоровее и вкуснее. Венемину Кондратьеву показывают бескрайние плантации. Отсюда получат элитное вино. Для нас более приоритетно именно вина в более высокой ценовой категории производить. Потому что у нас упор на качество однозначно. У нас упор на то, что вина все маносортовые. Для нас очень принципиально важно, чтобы у нас и виноградники, и виноматериал, и вино было различного уровня на Кубани. И премиум класс, и массового потребления. Потому что рынок мы должны максимально накрыть, как говорится, своим вином. В любом случае, то вино, которое произведено из нашего кубанского винограда, виноматериала, оно не может быть некачественным. Поэтому неважно, какой оно будет, премиум класса, либо широкого потребления, оно все равно качественное. И это сегодня наша стратегическая задача, чтобы на рынке региона и страны была качественная кубанская вина. Каберне-савиньон, мерло, пино-нуар, шардоне, рислинг – благородный напиток. Здесь получают из наиболее популярных сортов винограда. В подвалах, в дубовых бочках вызревает окончательный, неповторимый букет. Вот здесь, в таких бочках, рождается, это же, наверное, не кубанская, а российская элитная вина. Это принципиально важно, что сегодня, еще раз хочу подчеркнуть, в России появились такие предприятия, еще раз подчеркиваю, с возможностью выпускать высококачественное, высококачественное российское вино, которое может, я уверен, конкурировать, в том числе и на мировых рынках. Притом, конкурировать, в том числе и в цене. Соотношение цены и качества будет в сторону Кубани, в сторону России, безусловно, в пользу России и в пользу Кубани. Вот здесь наше важное конкурентное преимущество – соотношение цены и качества. Правда, отношение к российскому вину отечественного потребителя не всегда однозначно. Изменить его можно в том числе и такими экскурсиями по производству. Попасть в эти залы смогут и обычные туристы. Здесь все по последнему слову техники. Современные аппараты, наряду с традиционным и даже консервативным подходом, дают тот результат, за который потребитель готов голосовать рублю. У вас процент роботизации какой сегодня? Только линия розлива у нас выдает показатель в районе 80% роботизации. В части виноградников у нас роботизации практически никакой нет, кроме сельхозтехники, которая применяется. Причем у нас присутствует и ручная сборка урожая высокой доли. И все, что касается внутреннего оборудования нашего завода, то далее линии розлива мы в принципе не можем выйти по уровню роботизации. Я просто советую, что вы не отказываетесь от ручной сборки. Ни в коем случае. Потому что если ее сохраните, сохраните людей, которые профессионально могут собирать виноград, это завтра ваше будет конкурентным преимуществом. Поверьте, конкурентным преимуществом. Потому что, когда все будет в роботах, то человек все равно будет отдавать определенные предпочтения там, где есть человеческий труд. Когда совсем другой будет продукт. И совсем другое будет вино. Тем более, если вы говорите о премиум-классе. Изысканное здание, станичная винодельня, будто отсылка к классическим итальянским хозяйствам. Именно здесь губернатор провел совещание по развитию отрасли. Так как на Кубани производят почти половину всего вина в России, можно сказать, что на встрече обсуждали будущее в рамках всей страны. Тут собрались и небольшие семейные предприятия, и самые крупные игроки рынка. С надеждой все ждут новый закон, который в окончательном чтении должна рассмотреть Государственная Дума. Если его одобрят, те, кто производит вино из собственного сырья, получат дополнительные преференции. Акции снизят до одного рубля за литр. За такие послабления в регионе бились несколько лет. Правда, есть те, кто считает, что Краснодарский край в этом случае потеряет огромные налоги в бюджет. Винимин Кондратьев же уверен, это позволит повысить качество кубанского вина. 2,5 млрд млн. Мы также считаем, что это не выпадающий доход. Это те реальные инвестиции, которые государство делает, вкладывает сегодня в виноградарство и, естественно, в виноделие. При том, для тех, кто будет разливать вино из импортного виноматериала, вы сами знаете, акцизный налог будет составлять от 18 до 31 рубля. То есть вот тут конкурентное преимущество, какое угодно преимущество, оно здесь даже неоспоримо. Это беспрецедентный шаг, я считаю, сегодня президента, правительства, Госдумы для того, чтобы поддержать виноградарство и виноделие. Наше отечественное, российское. Помимо снижения налоговой нагрузки, помощь приходит и в виде государственных субсидий. Только в этом году в Краснодарском крае на развитие виноградарства предусмотрено 814 млн. рублей. Деньги, например, можно потратить на установку шпалеры или уходные работы. Это позволяет выращивать хороший виноград, а значит делать качественное вино. Пожалуй, главную составляющую культуры потребления благородного напитка. Хочется отметить то, что большая часть производителей идет вперед со временем. И уже проблема того, что в вине присутствуют какие-то неприятные тона. Это все уже потихоньку уходит на задний план, но все равно есть над чем поработать. И речь здесь не только о качестве самого напитка, а виноградарства и виноделия – это во многом философия и особый взгляд на жизнь, который последние годы пытаются прививать на Кубани. Производство не просто как бизнес, а как настоящие человеческие ценности. И самое большое дело, которое мы сегодня делаем, мы сохраняем рабочие места, мы даем сегодня возможность людям чувствовать себя социально защищенными. И мы сегодня социальные партнеры, каждое здесь присутствующее предприятие уверенно на 100% является сегодня социальными партнерами и администрации, и школ, и учреждений. Говорили, конечно, и о культуре потребления вина. Сейчас это и не алкогольный напиток, а сельскохозяйственная продукция. Приучить людей к качественному товару – задача комплексная. В первую очередь необходимо делать собственные вина высокого уровня. Тогда уже сам покупатель не захочет видеть на полках магазинов бутылки с контрафактом. Если мы хотим общественную нетерпимость, то общественную нетерпимость нужно создать с посредством общественности. По-другому никак. А общественность должна быть вот там, там, где это все продается. И сигнализировать, давать информацию. По вашему счету, а мы вовремя эту информацию получить, естественно, и быстро оккупировать. Полностью поддерживать. А по-другому никак. Вот тогда попытаемся таким образом делать. Тогда, когда ежедневно кто-то будет все время приезжать, не от рейда к рейду, нужно перейти к системной, еще раз пучку, ежедневной, ежечасной работе, где появилось, начали заводить, продавать этот шмурдяк. Тут же мгновенно полчаса, и уже точку эту должны не прикрыть, а закрыть. Вот и все. Тогда-тогда уже не будут. Не будут. Потому что нетерпимость, общественная нетерпимость. В текущем году в Краснодарском крае планируют заложить почти две с половиной тысячи гектаров новых виноградников. Таких размахов отрасль в регионе еще не видела. Упор сделают и на развитие собственных селекционных станций для саженцев, чтобы кубанское вино было кубанским полностью. От ростка в земле до последней капли.